Итак, продолжим построение юбки. Теперь определим положение линии бедер на чертеже. Для этого войдем в команду действия с точками и выберем соответствующую команду, то есть точка на линии, потому что точка B, начало линии бедер будет находиться на средней линии задней пареньки юбки. Итак, точка на линии. Имя новой точки это B, линию, на которую мы ее ставим, указываем правой кнопкой мыши, и она окрашивается в зеленый цвет. Далее определяем точку, от которой откладывается точка B, левой кнопкой мыши. Направление стрелки показывает, что выполняемые нами действия не будут противоречить направлению линии, поэтому мы знак не используем. И теперь запишем расстояние, которое определяет положение линии бедер. Мы знаем, что это расстояние определяется формулой. Лена талии спины вторая, деленная пополам, и минус 2 см. Итак, точка B построена. Теперь необходимо найти положение точки B1, то есть вторая точка линии бедер, расположенная на линии середины передней полотнищей юбки. Можно выполнить аналогичные действия, но я предлагаю познакомиться с новой операцией, проекция, которая позволяет другим способом получить точку на линии. Имя новой точки, соответственно, это точка B1. Точку, проекцию которой мы строим, указываем левой кнопкой мыши, правой определяем линию, на которую проецируется точка B. Сама линия не строится, но в соответствии с правилами проецирования, то есть находится кратчайшее расстояние от точки B до линии середины передней полотнищей юбки, и получается точка B1. Теперь осталось соединить их отрезком. Итак, отрезок соединяет точку B и B1. Ну, давайте определим теперь положение бокового шва на нашей сетке. Воспользуемся командой поставить точку в пропорции. Я знаю, что я хочу установить одинаковую ширину передней и задней половиночки юбки, поэтому могу воспользоваться этой командой. Имя новой точки – это точка T2. Линию, участок которой делится, я указываю правой кнопкой мыши. Начало участка, который делится в заданном отношении, левой кнопкой T0, и конец участка – это точка T1. Указываем также левой кнопкой мыши. Первое число отношения, в котором делится участок линии – единица, и второе число отношения – также единица, то есть мы делим отрезок в отношении 1 к 1 и устанавливаем одинаковую величину отрезка. Обратите внимание, что точка T2 делит отрезок T0, это 1, в отношении 1 к 1. И мы видим, что эта точка расположена строго посредине отрезка T0 – T1. Давайте спроецируем точку T2 на линии низа. Имя новой точки – точка N2. Точку, проекцию которую мы строим, указываем левой кнопкой мыши T2. Правой определяем линию, на которой мы ее проецируем, это линия низа, проходящая через точки N, N1. Итак, получилась точка N2. Давайте соединим точки T2 и N2 отрезком. Отрезок, проходящий через точку T2 и N2. Мы видим, что линия бокового шва и линия бюдер пересекаются, но нам необходимо определить имя точки пересечения, оно нам понадобится для дальнейших построений расчетов, поэтому воспользуемся командой «Поставить точку на пересечении», то есть пересечении. Имя точки пересечения – это будет точка, соответственно, B2. И линию, пересекающейся, указываем правой кнопкой мыши в любой последовательности. Сначала я щелкаю, например, боковой шв и линию бюдер. Точка B2 поставлена. Для того, чтобы нам увидеть имя точки, щелкнем левой кнопкой мыши вблизи точки и увидим, что она называется B2. Чтобы увидеть имя линии, которую мы с вами построили, нажмем правой кнопкой мыши, то и щелкнем на линии, увидим, что это линия L6, и стрелочка показывает ее направление. Убрать видимость точек и линии можно с помощью команды «Пририсовать» или «Рассвежить экран». Вот она здесь есть на панели инструмента. Итак, дальше нам необходимо подняться вверх на баланс для построения юбки, определить положение линии талии передней и задней полонечки юбки и определить расположение и растворы выточек.